Трогательная мелодрама «Неоконченная повесть» рассказывает об отношениях искренне преданного своему делу участкового врача Елизаветы и ее парализованного после несчастного случая пациента Ершова. Главные роли в фильме сыграли Елина Быстрицкая и Сергей Бондарчук. В действительности же их отношения не были даже приятельскими. Конфликт зародился на съемочной площадке фильма Тарас Шевченко. В буфете для персонала Бондарчук оттолкнул от прилавка снимавшуюся в массовке Быстрицкую, дополнив некрасивый поступок непечатным выражением. После этого Елина Быстрицкая будет всегда отказываться от любых съемок с Сергеем Бондарчуком. Почему не поладили Николай Рыбников и Надежда Румянцева на съемках фильма «Девчата»? Рыбников хотел, чтобы Тосю играла его супруга Алла Ларионова, но худсовет отклонил ее кандидатуру. Красота Аллы была слишком изысканной. В итоге Тосей стала простоватая, но обаятельная и жизнерадостная Румянцева. Рыбников тяжело воспринял провал супруги и затаил обиду на партнершу по съемкам. Общался с ней высокомерно и пренебрежительно. Вы заметили, как прекрасно Николай Рыбников справился со сценами, где его герою приходилось ругаться с любимой. Зато все любовные сцены пришлось снимать по несколько раз, так как Рыбников их просто провалил из-за своей слепой антипатии к партнерше. Пройдет совсем немного времени и Надежда Румянцева станет известной на всю страну актрисой, но обиду на своего напарника по фильму забыть так и не сможет. Оказалось, что и на съемках культовой картины Гайдая «Кавказская пленница» тоже кипели совсем нешуточные страсти. Однажды Маргунов во время просмотра отснятого материала нелицеприятно высказался о таланте режиссера. Хотя, если честно, то фраза была совершенно безобидной «Гайдай, что-то ты совсем мышей не ловишь». Но комедийный режиссер тогда мгновенно затаил обиду на Маргунова. И так после этого случая фильм был доснят при помощи дублеров. Больше Гайдай никогда не приглашал сниматься у себя Евгения Маргунова. В фильме «Место встречи изменить нельзя» актеры блестяще воплотили на экране крепкие товарищеские отношения. Но вот в жизни между ними не было совершенно никакого взаимопонимания. Каждая совместная сцена для них была мучительным испытанием, хотя зритель об этом даже не догадывался. Начало вражде положил Высоцкий, который настоятельно просил режиссера на роль Шарапова взять его давнего друга Ивана Бортника. Станислав Говорухин отказал. Ему совсем не понравились пробы с Бортником. После этого Высоцкий не взлюбил Конкина. Он придирался к нему, критиковал его и даже говорил повышенным голосом. Нервы Конкина были на пределы и в один момент он даже хотел покинуть съемки. Еще одна любимая новогодняя комедия «Россиен-чародеев» тоже имеет в запасе историю о стычке двух актеров, игравших пару. Когда Валентин Гафт, игравший директор Института волшебства Аполлона Сатанеева, увидел пробы Александра Яковлевой на роль Аленушки, то промолвил «Ведьму она сыграть точно сможет». Его слова оказались пророческими. Вся съемочная группа страдала от перфекционизма Яковлевой, которая часами мучила гримеров, прихорашивалась и поправляла наряды, ругалась на осветителей за невыгодную постановку софитов. Но Гафта добила пренебрежительное отношение Яковлевой к ее репликам. Он не выносил, когда его партнеры забывают текст. Во время очередной совместной сцены, не выдержав подобного непрофессионализма, он набросился на актрису и начал ее душить. После этого инцидента режиссер пообещал, что совместных сцен у них больше не будет. Сюжет новогодней лирической комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром» вряд ли стоит пересказывать. Поэтому мы перейдем сразу к отношениям польской актрисы Барбары Брельски и Юрия Яковлева. Хотя в молодости Яковлев с его пронзительным взглядом и мужественным подбородком считался, не побоимся этого шаблонного выражения, секс-символом. Брельски он просто не нравился как мужчина. Особенно раздражали ее зубы партнера. Когда снимали сцену поцелуя, актриса пожаловала Сильдару Рязанову, что физически не может целовать Яковлева. А тот же наоборот норовил впиться ей в губы посильнее. Пришлось ставить камеру под ракурсом, позволившим актерам целоваться не по-настоящему. Пару снимали со спины, чтобы зрители ничего не поняли. Сериал «Гардемарины вперед» принес молодым советским актерам Сергею Жигунову и Дмитрию Харатьяну поистине всенародную славу и сумасшедшую популярность. Знаменитые «Гардемарины» и в обычной жизни были очень дружны, но однажды все изменилось. Жигунов позвал друга в сериал «Королева Марго», где тот сыграл Деламоля. А конфликт разгорелся уже после съемок, когда герой Харатьяна заговорил чужим голосом. Казус с озвучкой закончился тем, что Харатьян заявил всем, что Жигунов никогда не являлся его другом.